Приветствую вас, Изин. Думаю, что начать, разбирать вашу проблему стоит, собственно, с ее первопричиной. Первопричиной это то, что у вас в 16-летнем возрасте что-то изменилось. Вы были жизнерадостные, уверенные в себе, а потом что-то произошло, что-то, что подкрасило вашу уверенность в себе. И дальше все пошло под откос. Соответственно, нужно подробно разбирать эту ситуацию, возможно, произошел некий аффективный комплекс, то есть когда человек, пребывая в состоянии аффекта, объединил за счет этого состояния совокупность элементов, то есть определенные наборы ситуативных позиций, которые вас окружали в тот момент, когда вы испытывали аффект. И после этого вы, попадая в определенные ситуации, имея дело с частичным повторением этих ситуаций, то есть встречая каждый элемент по отдельности, вы тем самым запускали и запускаете механизм защитной реакции, который был актуален для вас в тот момент, в тот первичный момент. Разбить эту ситуацию, заново ее пережить, осознать отсутствие причинно-следственных связей между этими элементами, между теми самыми первичными элементами, которые у вас произошли, которые у вас случились, являются путем и средством к тому, чтобы избавиться от неуверенности в себе, от комплексов, от зависимости от чужого мнения. Немало важно, чтобы параллельно с этим вы направляли свою энергию на то, чтобы замещать, вот, если вы будете освободаться от чужого мнения, да, если вы будете освободаться от влияния чужого мнения на себя, то нужно же не только что-то убирать, но нужно же еще и что-то на это место назначать. К этому нужны ваши ценности, ваши цели, ваши желания, ваши собственные. К этому необходимо побыть в уединении с собой, чтобы там, в покое, в тишине, подумать, что для вас важно, я имею в виду все те противоречия между вами и общественным мнением, и тем самым эти противоречия разрешить и представить самой себе некую объединенную картину ценностей, которые бы соответствовали и каким-то общественным моральным принципам, и вашим целям и задачам. Это важный элемент, это важный аспект того, чтобы вам обрести полноценную жизнь. Вы также сказали о том, что ваша проблема больше психологическая. Конечно, я думаю, что это можно было бы проверить при идеальных условиях. Но, поскольку вы так говорите, давайте попробуем исходить из этого. Если ваша проблема больше психологическая, то тогда, ну, во-первых, нужно все-таки пройти то, что вам назначен невролог обязательно. И, параллельно, если это психологическая проблема, то, еще раз повторю, очень важно поработать именно с причиной. То есть, когда это все началось, с какого момента и что было тогда. Понятно, что вы были подростком, понятно, что вы были, ну, еще только формирующейся личностью. И определенные ситуации, определенные обстоятельства были для вас, были вами восприняты куда более ярко, куда более близко к сердцу, чем, например, могли бы быть восприняты сейчас. И с высоты своего настоящего опыта, с высоты своего настоящего интеллекта и знания, вам нужно переосознать то, что было тогда. И вам можно подкорректировать свое поведение так, чтобы то, что произошло тогда, никогда больше не повторилось бы с вами настоящее и в будущем тоже. Вот примерно такие рекомендации я могу вам отдать. Это всего лишь направление решения проблемы. Вам нужно написать любому эксперту, который вам понравится. Потом вы решите доверие к своей проблеме и начинаете с ним работать. Предупреждаю сразу, что это работа ни одного сеанса, к сожалению, потому что вы с этим жили много лет и вот так сразу вдруг подобное не уберется. Работа с внутренними проблемами это лишь часть. Еще немаловажные отношения имеют привычные модели поведения. И это внешняя сторона вопроса, которую также нужно прорабатывать, которую также нужно разбирать и также нужно корректировать. То есть, я думаю, что через психоанализ и количество поведения вам можно, в принципе, восстановить нормальную жизнедеятельность. Но в том, что касается диагнозов, которые у вас есть, думаю, здесь вам действительно стоит обратиться к врачу и обследоваться, потому что физиологические симптомы могут быть вызваны не психологическими проблемами. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...